Всем привет! Я Александра Соколова. Рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня я расскажу, как отправить деньги из России на покупку недвижимости в Турции. То есть эта информация будет интересна моим зрителям из России. Вы знаете, что я нахожусь на выставке в Москве. У нас тут ряд выставок проходит, на все мы участвуем. И важный вопрос о том, как отправлять деньги из России. На сегодняшний день есть Райфайзенбанк, который отправляет от 10 тысяч долларов, вперед 2% за отправку. Но есть альтернативы. Есть интересные альтернативы. Я сегодня посетила несколько банков, из которых мне понравился один. Просила сделать интервью с менеджером, просила снять рекламу, прям видео. Мне сказали, даже не называй наше название, потому что чем тише мы сидим, тем меньше к нам внимания, чем меньше рекламы, тем надежнее мы работаем. Значит, компания, банк иностранный с турецким капиталом. И он успешно делает отправку денег в Турцию. Делает отправку как в долларах, так и в турецкой лире. Мне еще понравилось, что в том числе и в турецкой лире. Значит, что касательно размеров и условий. От 10 тысяч долларов идет отправка, до 1 миллиона долларов можно отправлять. Важно личное присутствие при открытии банковского счета, либо есть доверенность на открытие банковского счета. Тоже есть поправки о том, что каждую неделю приходят какие-то директивы, меняется информация и так далее. Есть служба, называется комплайнс, которая проверяет благонадежность клиента и его денег. То есть прежде чем открывается счет в банке, сначала проверяется клиент, не входит ли он в репутационные риски и проверка происхождения его денег. После этого открывается счет в банке и деньги отправляются достаточно быстро. Если в долларах, то это 3% комиссию берет банк. Ну и банк говорит, что сейчас он не жалуется на отсутствие клиентов. То есть сейчас высокий спрос на такую услугу. И можно отправлять в рублях. В рублях можно отправлять в турецкие банки, в которых есть возможность открыть рублевые счета. Насколько мне известно, рублевые счета в турецких банках можно открыть в банке Вакив, Зиратбанк и Имлатбанк. Также деньги можно отправить в турецкой лире. Вам понравится процент 0,5% за отправку в турецкой лире. Конечно, минимум отправки. Это сумма эквивалентная 10 тысячам долларов. Сейчас застройщики, кстати, тоже в договора стали прописывать реквизиты в турецкой лире, потому что идут такие платежи. У нас есть положительная практика, когда люди отправляют отсюда турецкую лиру, и застройщик там получает турецкую лиру. Деньги, кстати, идут очень быстро. И, естественно, если застройщик, то подтверждают сразу же поступление этих денег на счет застройщика. Деньги можно отправить самому себе. То есть для открытия банковского счета необходимо личное присутствие на территории Турции, либо нотариальная доверенность, выданная на территории Турции, либо доверенность, выданная в российском нотариусе, но апостелированная и заверенная турецким консульством, что, конечно, это сложно для того, чтобы открыть счет в турецком банке. Многие банки берут депозиты за открытие банковских счетов, если клиент банка иностранец, и не имеет вида на жительство. Для наших клиентов, кто у нас покупает, у нас с банками есть определенные преференции. Этими преференциями, конечно, мы делимся с нашими покупателями. То есть можно открыть счет в банке за меньшие депозиты и отправить от самого себе в Россию к самому себе в Турцию. Деньги придут до двух рабочих дней за 0,5%. Все вопросы касательно отправки денег, есть другие способы отправки денег. Можно получить консультацию у меня или у моих менеджеров. Телефон всегда находится в инфобоксе под видео. Если есть вопросы, пожалуйста, связывайтесь. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Берегите себя. Увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...